здравствуйте добро пожаловать в похудение для гурманов я доктор ирина коллс и программа создана для того чтобы помочь вам вкусно кушать и сохранять вес и здоровье сегодня у нас февральский выпуск февраль это месяц любви день валентина святого валентина и обычно это все о шоколаде и не хочется чтобы мы лишали себя шоколада потому что шоколад который темный шоколад больше 70 процентов на самом деле очень полезный продукт поэтому сегодня мы приготовим прекрасный завтрак такие панкейкс оладушки с шоколадными включениями мы будем использовать миндальное молоко шоколад яйцо и овсяную муку тут особо в общем то ингредиентов у нас совсем немного и агава сироп значит интересный в общем то такой трюк который я сначала не могла понять это сначала значит отдельно смешать сухие ингредиенты и отдельно мокрые значит так начнем сухих мы будем использовать овсяную муку но я делаю сама и она получается смотрите она получается как бы не совсем мука крупненькие такие хлопья ну что я вам скажу для оладушек я лично больше люблю так конечно если вы делаете торт и вы найдете у меня на веб-сайте wait destiny.com рецепт для тортов рулетов там конечно должна быть именно мука который вы можете только купить в магазинах в домашних условиях но чуть как-то она не получается а вот для оладушек это очень хорошо но на самом деле чем крупнее полму помолот продукт тем полезнее итак нам нужно один стакан и 1 4 овсян ну вот это перемолотой овсянки будем говорить немножечко соли без соли то совсем худо мы добавляем соду значит мы не будем здесь готовить там 20 оладушек поскольку это завтрак на двоих или на одного для себя любимой или любимого значит это пол чайной ложечки соды мы добавляем сюда что я люблю добавлять это кремов тартар это такой продукт производная калия добавлять его в два раза больше что он делает он сохраняет он не позволяет вот этому опадать продукту то есть вот когда поднимется он вот так и сохраняется такая пушистый сохраняется поэтому я его вообще очень полюбила и вот этот кремов тартар вот я добавляю в два раза больше чем соды то есть одна часть соды 2 2 части кремов тартар а ну и к сухим ингредиентам у нас относятся хлопья шоколада безусловно не устаю повторять что шоколад должен быть больше 70 процентов какао нелегко найти но кто ищет от всегда найдет и вы можете найти в бегманс он есть ну и в крайнем случае на самом деле сейчас промышленность делает очень большие надо сказать шаги вперед можно найти 75 78 но это зависит от вашего вкуса и просто порубить на мелкие кусочки плитку я честно говоря этого делать не люблю поэтому вот эти 70 процентов это уже достаточно мы добавляем это в сухие продукты и так мука сода тартар соль шоколад так это наши сухие продукты почему надо их смешивать заранее на самом деле для меня это было довольно большим секретом до относительно недавнего времени почему надо их отдельно и потом я поняла что действительно результат совсем другой гораздо лучше потому что вот эти все ингредиенты которые поднимают тесто они должны очень равномерно распределиться и это позволяет это может быть достигнута только когда вот они в сухом варианте сами по себе окей это мы сделали теперь влажные ингредиенты сегодня мы будем использовать миндальное молоко хорошо для тех кто имеет аллергию на молочные продукты в принципе это молоко легкое и не содержит возможно тех жиров которые содержит обычное молоко не то что это нам так мешает но тем не менее что очень важно выбрать без сахара анс ведь потому что когда вы пойдете в магазин вы увидите может быть три или четыре вида almond milk вот миндального молока и люди покупают без всяких там особых сомнений обязательно посмотрите чтобы это было вам нужно натуральное миндальное молоко без всяких добавок это ужас а в ките нам не нужны и так вот эта милая форма я ее очень люблю нам нужно три четверти стакана кап это так классно ты видишь наливаешь и видишь тут три четверти ухты так три четверти мы налили к влажным ингредиентам как ни странно относится яйцо значит разбиваем сюда одно яйцо здесь тоже надо терпеливо размешать яйцо знаете этот белок желток если неравномерно вы не хотите получить в своем в своей лепешке там какой-то кусок этого зажаренного белка нет всем это нам не нужно потом просто нужно набраться терпением чуть-чуть немножко перемолоть но если вы уж совсем не ли не вы конечно можете сделать этот миксером но это уже немножко тумать я бы сказал так что у нас еще относится к влажным ингредиентам агава сироп самый лучший натуральный подсластитель это сироп агавы гликемический индекс его только 20 это вообще низкий также как кстати шоколада который больше 70 процентов тоже 20 совершенно натуральный и вкусный он может прекрасно заменить мед по консистенции и по участию в рецепте потому что не всегда мы можем заменить данном случае я выбираю агава сироп вместо фруктозы которые часто использую но вот мне в данном случае он входит состав вот этих вот влажных ингредиентов но здесь нужно это так две три столовые ложки раз два три я только что записала шоу на английском и дала попробовать и девочки пришли подростки им не понравилось потому что это было не так сладко конечно дети не здесь кроме того на ошибка хочется я добавила апельсиновый апельсиновый экстракт и вы знаете он что-то не пошел поэтому если вы посмотрите шоу на английском то вы там увидите как я добавлю апельсиновый страф не делайте этого я напишу что это общину потому что что-то мне честно в общем для нас я делаю без апельсинового экстракта значит сухие ингредиенты влажные ингредиенты и теперь перемешать очень хорошо каждый и теперь мы смешиваем все вместе вливаем влажные в сухие это тоже вопрос я всегда интересовалась хорошо смешали все хочу теперь делать что к чему прибавлять когда вы это все смешиваете смесь получается довольно жидкой но не пугайтесь дело в том что овсяная мука ну и вообще многом наверное другой муки которая не пшеничная которую мы избегаем она должна настояться нужно впитать в себя жидкость поэтому оставьте это при комнатной температуре как минимум на 10 минут вы можете уйти на полчаса и ничего с ним не сделается и пусть он подойдет станет пушистя и гусь загустеет и вот тогда мы начнем печь наши оладушки посмотрите после того как минут 10 это постояла при комнатной температуре смотрите совершенно уже другая консистенция и это именно то что нам нужно потому что на этот момент овсяная смесь растворилась в тоже жидких ингредиентах и так начинаем готовить и так мы начинаем значит жарить я вообще люблю вот такой спрей стала полюб полюбила безусловно мы делаем это на оливковом масле или авокадо если вы любите больше потому что именно они имеют не насыщенные кислоты то есть ансатуре этот фэт только в олив в оливковом масле и в авокадо то есть совершенно свободно их используют и так но вообще-то я когда готовлю так по выходным я не не всегда использую на сегодня у нас праздник мы используем такие симпатичные формочки вернувшись к вопросу о температуре но вот здесь вот плита максимум имеет 10 сейчас у меня на 75 и похоже что это такая самая идеальная температура как только идешь ниже что-то совсем все куда-то еще за это ничего не происходит безусловно это нужно найти плиты разные и все но главное чтобы это не было очень горячо но чтобы это не было и такой который закиснет и зависит и никогда ничего не поднимется так теперь в то же самое время что мы делаем я добавила в эту чашку немножко этих шоколадных и чуть-чуть миндального молока для того чтобы мы полили красиво наши олажки самый лучший способ это водяная баня я испробовала и microwave микроволновую путь ничего не работает так хорошо как водяная баня не как-то она не сгорает и в то же время не сильно растворяется все смотрите как красиво все растворилось убираем выключаем теперь смотрите как красиво поднимается особенно интересно когда они формочки смотрите как они прямо так поднимаются запекаются посмотрим немножко нет пусть они еще пекутся но на семь с половиной мы не будем их теребить пусть они пропекутся хорошо ну вот я подглядела как они там и переворачиваю может быть я даже уже нет все хорошо ну что я вам скажу по моему очень даже мы хорошо словили температуру всем с половиной из десяти ну так что вы прикиньте как это будет у вас посмотрите какие хорошенькие получились у нас благодаря вот этим формочкам они получились ровненькие ну все можно снимать переложить на красивую тарелочку о так вкусно пахнет ну доготовим то что у нас есть и будем сервировать ну вот смотрите какие роскошные оладушки у нас получились с мукой но с овсяной с шоколадом но больше 70 процентов с сладкие но с агава с сиропом поэтому просто можно наслаждаться и ничего не бояться не не поправиться ну что еще нам осталось мы же тут шоколад растворяли поэтому сейчас мы сделаем как в этих как в настоящих кулинарных шоу течет шоколад это классно и вкусно а как я его растопила я просто поставила на водяную баню как я начала и добавила немножко вот этого молока чтоб он не застыл у нас тут ну и что еще осталось сделать ну все-таки как-никак валентайн стей нужно добавить что-то красненькое а ягодки всегда хорошо и полезно и красиво ну и просто симпатично я вам очень советую приготовить этот завтрак для своих любимых или для себя я не знаю для кота обязательно наслаждайтесь этим днем и наслаждайтесь вообще всем чем жизнь вам дарит а в данном случае хорошей полезной едой и очень вкусной и без всяких осложнений и без чувства вины чтобы что-то такое съели что-то нарушили поверьте вам это понравится вы найдете рецепт на weight destiny.com и больше других рецептов кстати там несколько рецептов на валентайн с дэй шоколадных и шоколадная книга целая с шоколадными рецептами и acton tv.org желаю вам прекрасного дня и прекрасного февраля любите себя любви вам и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok